Как вообще так получается, что ты добрый, позитивный, веселый парень, а вокруг гангстеры, с которыми лучше не шутить? Я его рукой как бы сам себе ударил пару раз по челюсти, как бы, ну вот, и последний удар за ним. Тебе же нравятся гангстеры? Он не гангстер, он просто, он недомущина, он не мужчина, короче, он как не мужчина себя ведет. Друзья, всем привет, и перед началом этого видео хочу рассказать вам о мега-турнире UFC 259, который пройдет уже 7 марта. И примечательен он не только тем, что впервые за всю историю промоушена в карте будет сразу 5 действующих титулов UFC, но и тем, что на турнире пройдет первая защита титула Петра Яна, очень серьезная проверка для Ислама Махачева с бойцом из США, у которого серия из трех побед с Дрю Добером, а также претендентский поезд Джозефа Бенавидиса и Оскара Аскарова. Посмотреть турнир в прямом эфире или записи с любого устройства можно через стриминговую платформу Моря ТВ, где первые 7 дней предоставляют бесплатно, а месяц можно взять всего за 299 рублей. Кстати, кроме UFC, там можно найти новинки кино, тысячи фильмов и сериалов. Премьера в онлайн-сервисе Моря ТВ. Сразу три боя. Петр Ян против Алджамейна Стерлинга. Ян Блахович против Израиля Адысаньи. Аманда Нунис против Меган Андерсон. Смотри 7 марта на Моря ТВ. С права от меня стоит Магомед Исмаилов. Очень много вопросов ему задают каждый день. Он на них всех отвечает. Попробую его чем-то немножко удивить. Не знаю, получится ли нет. Магомед, приветствую. У тебя всегда получалось. У тебя всегда получалось, в принципе. Я тебя тоже приветствую. Давай, уйди сейчас. Окей, не буду тогда о банальностях. Поговорю о сегодняшнем дне. Сегодня случилась ваша первая встреча, как я понимаю, с Александром Емельяненко после вашего боя. Да, встретились, я его обнял. И последний удар за ним. Я его рукой как бы сам себе ударил по челюсти. И последний удар за ним. Подарил ему шапку свою, свою любимую шапку. Надеюсь, она будет его греть долго. Да, я видел, что она им понравилась. Многим нравилась шапка. И мне, да. И вот я подарил ее Александру Емельяненко. Пусть греет, пусть будет теплее. Вот. Сказал ему, что я всегда открыт, всегда рядом. Он сказал, давай реванш, давай драться. А я сказал, мне второй раз так не повезет, Саша. Поэтому оставь, пожалуйста. Давай не будем. Вот так прошла наша встреча первая. Но это не последняя, я думаю, наша встреча. А если серьезно тебя не расстроило, то, как он сегодня выглядел, он был сильно распухшим? Нет. Меня расстраивало то, что я слышал до. То, что я не мог встретиться с ним по определенным обстоятельствам. Я же хотел. Но мне объясняли, что обстоятельства не позволяют сейчас сделать нам такую встречу. Вот это меня расстраивало. А то, что сейчас он уже на турнире стоит, уже шутит со мной, предупреждает меня, что сейчас побьет он меня. И это уже меня не расстраивало, как бы. Это уже положительно было. Ну, для меня это положительная была сторона. Сумак, я пошел. Слава, ты мой хищный. Это мы сейчас будем включаться. Мы сейчас будем включаться, честно. Я со мимо поговорил. Честно, я такой супер нестабильный, но мы будем включаться сейчас. Ты великолепен. Ты же мой билет. Все, я очень на тяжелый. На связи? На связи? Да, да. Ты такой мощный. Нет. Хищный. Да, по-моему, сейчас я уже что-то не тяжело будет. По-моему, за корпус с тобой работать. Да, Слава? Не, не, не. Окей. Окей. Как ты думаешь, у него есть возможность вернуться? Судя по тому, может быть, ты почувствовал, что у него какие-то вайбы от него, волны? Или все-таки все уже? Ну, мы уже как-то думали, что все уже нет. И он вернулся. И так изрядно всех удивил. Нет. Удивил ты скорее? Нет. Ну, помнишь, когда он вернулся, было же круто, нет? Вначале он там вырубал, там, я не знаю, Гонзагу, всех он проходил, нет? Вот, пешка. Это хорошие спортсмены, на самом деле. Вот Тони Джонсон там. Нормальные же бои были закатываны. А хотя до этого думали, что не вернется уже. Вернулся, значит, и сейчас вернется. Я вообще, знаете, там, вот сказать, это вот то же самое, там сказать, вот учиться поздно. Ничего не поздно, никогда ничего не поздно. Это от тебя зависит. Никогда не поздно. Почему мы говорим, там, у нас травмы не заживают, это не заживает. Почему? Потому что мы вовремя не ложимся уже спать. Потому что мы уже вовремя не встаем. Мы не даем организму восстановиться. Все от нас зависит. Вот, мы можем учиться сейчас. Сейчас чему-то. Я уже англий, я скоро буду говорить на английском, понимаешь? Я уже понимаю людей. Я уже разговариваю, если я судьбе ее намотаю, я его понимаю, и при этом я ему не говорю, там, стап, спит, там, например, не спеши, да, например, остановись скоро. Просто после сбора в Дагестане он уже на дагестанском говорит? Да, 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 там, ну, нет, он очень быстро со мной разговаривает, я понимаю, мы понимаем друг друга. Почему? Потому что учиться никогда не поздно. И возвращаться тоже всегда можно, всегда можно вернуться, это зависит только от человека, от человека, от его мотивации, от его силы воли, да, вот. Нужно, нужно, если ты, если уходя говоришь, алби-бак, да, и вкладываешь в это конкретное такое намерение, то все у тебя получится. Подытожим, ты веришь? Ну, терминатор же вернулся, вернулся же он, сколько частей еще, думали, он уже там, думали, он уже расплавился, я плакал даже ребенком, но он вернулся, потому что он когда сказал, алби-бак, он не поштил. Просто терминатор возвращался в прошлое, а Александру нужно в будущее. Подожди, ты видел последнее, последнее возвращение, последнее терминатор видел? Где женщина терминатор? Уже женщине терминатор, прикинь, уже все, прикинь, женщина спасает мир, как кошмар. Мы, по-моему, катимся к матриан-хату. Нет! Слушай, по поводу слов про обучение, это отсылка к твоему здоровскому интервью с Хабибом. Да-да-да, я же сказал Хабибу, я буду сейчас чаще призывать к учебе, к знаниям, да, и в принципе это был правильный посыл, да, он мне дал, ну да, бывает, мы же напоминаем, он мне напомнил, он мне напомнил, что должен быть правильный посыл. Всегда, да, да, я шучу, да, я часто это, но где-то можно вставить правильный посыл, да, хотя я всегда это делал, но не, 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 но да, всегда, в принципе, можно увидеть в моем там, в моих там, какой-то там правильный посыл, да, но вот учеба, да, учеба, вот это реально то, о чем я жалею, да, я жалею, что я не был активен в этом вопросе, когда был молодой. Поэтому то, о чем жалею сейчас, хочется, чтобы другие не жалели, да, грабля мне прилетела по голове, хочется, чтобы другие обошли ее, вот, поэтому я, естественно, буду, я ему и сказал, я буду чаще призывать, а я слов на ветер не бросаю. Хочется еще немножко поговорить про, ну, хорошего парня Магомеда Исмаилова, который, во-первых, призывает всех учиться, во-вторых, постоянно шутит смешно, привлекает к себе множество внимания. Я вот так заметил, что в твоей команде, вокруг тебя, веселого и позитивного парня, очень много гангстеров, что Чарадос, что Курбан, Тагибов, что тот же Васильевский. Да, да, да. Как вообще так получается, что ты добрый, позитивный, веселый парень, а вокруг гангстеры, с которыми лучше не шутить? Не, не, они на самом деле тоже очень, они положительные на самом деле. Они просто чуть-чуть скрытные, они вот эти эмоции, которые я не скрываю, да, которые я, вот, сторону, которую я не скрываю, они порой такие, они бывают скрытные. Но для меня, я-то вижу их другими людьми, они для меня другие, они такие, как кажется на самом деле. Да, у них чуть-чуть, это, чуть-чуть гангстерская сторона берет чуть-чуть вверх, да, вот в обществе, да, им... Самое главное, что они такие, какие они есть на самом деле. Да, они такие, но если... От тебя же зависит, правильно, буду я сейчас по отношению к тебе гангстером, да, или, хорошим, вот с меня давай возьмем ситуацию. Что, я там позитивный парень? Нет, я нападаю на него, да, дуб, непонятки бывают. Так же, тоже гангстер. Это зависит от того, кто, от противоположного тебя человеку, как он себя подает. Вот с тобой же я не гангстер, правильно, мы с тобой хорошо общаемся, улыбаемся. Всегда я раскрыт, там, открыт бываю в твоих интервью, так? Ну, да, но потому что, потому что это уже, даже если ты немножечко, да, допустим, негативный, да, допустим, и берешь у меня в интервью, но там много позитивных, положительных людей меня слушают. Вот я для них открытый, позитивный, положительный. Гаджи Мурат, ну, Слава, что ты говоришь, Слава тоже повесел. Я вставлю вот этот момент сейчас, который был до интервью. Ну, он окей, это сейчас, да, видишь, по ситуации, я же говорю по ситуации. Так, они на самом деле положительные ребята. Я знаю, но я с ними... Да, но у них чуть-чуть, да, другая сторона, я понимаю, о чем ты говоришь тоже, но мы как-то, нам хорошо вместе. В любом случае, и с Тайгибовым, и Гаджи Муратом, я их очень люблю на самом деле. Вот я сегодня очень сильно, мне очень, у меня такое со сцены, как будто что-то я сделал такое тяжелое-тяжелое, и мне так устал как будто сильно. После ударов Александра? Нет, я вот так сильно переживал за Гаджи Муратом, я, по-моему, неадекватно вел себя даже в один момент, когда за него болел. Такое у меня чувство было. Но мне было плевать почему-то, я просто хотел, чтобы он выиграл. Вот. И так я их покажу тоже с другой стороны, ты обязательно увидишь их с другой стороны. То есть я просто еще пока не включил их в свое, да, вот этот, он на моем YouTube-канале, например, Хаджи Мурат, Хиром Магомедов и так далее, там ты увидишь чуть-чуть с другой стороны, увидишь, как они умеют пошутить, например. Да, это, потому что, окей, ты смотрел последнее интервью с Хаджи Муратом? Да, 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 я же про него отсылку говорил даже. Да, 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 ну вот посмотри, обрати внимание, да, с человеком, которого он знает, да, как он, ну, он же знает меня, как же он сам пошутил со мной много там, подколы, и сделал это, и делал это все очень красиво, да, и даже для меня было так неожиданно, что он так тонко и красиво, да, в каждом моменте вставляет вот даже появление гориллы. Если что, я заблёрю, у нас же тоже гориллы поддерживают. Даже появление гориллы вон там, видишь, Хабиб научил меня, как надо это делать. Ха-ха-ха-ха. Разбуди себе драконом. Мотивный интегратор, надеюсь, нам заплатят. А ты будешь это вырезать? А я не вырезал, видишь? Я не вырезал, я сыграл даже на этом моменте. Окей. Я думаю, все же таки у человека есть две стороны медали. Я тоже бываю негативный на самом деле. Ну как негативный, бываю агрессивен чуть-чуть, например, где-то. Но в момент, вот если я буду агрессивен, ты появишься, ты не увидишь, что я агрессивен в этот момент. Это удар. Да, вот это агрессивен будет вот здесь, вот здесь мы с тобой быстренько пообщаемся. Потом вот все, что меня зарядило, все эти вопросы я закрою и я отпущу эту ситуацию тоже. А мы же не идеальны, где-то мы можем разозлиться и так далее и тому подобное. Вот просто я предпочитаю, я просто понимаю, что я не изменю ситуацию. Почему я должен нервничать, кричать, орать, там вот авария, почему я должен выйти и сказать, что ты сделал? Я не хочу, почему я не могу провести с ним положительное время, там, ну, мне сейчас два часа, там, а то и пять надо ждать, пока приедут, нас оформят. Почему я должен ненавидеть его все это время? Почему не провести с ним время, не узнать нового человека, не обсудить что-нибудь, там, я не знаю. Хороший парень, умный, да, от него тоже можно какую-то пользу взять. Вообще, познакомиться, пообщаться с человеком, я же человек общительный, правильно? Вот, обсудить все, я не знаю. Видишь, возможно, вот ты сейчас спросил мне вопрос, который я уже с этим парнем обсудил, и вот мне легче, типа, сейчас отвечать на них. Ну, и так далее, да, не хочу я быть негативным. Это происходит со мной, мне хочется, а-а-а-а, один момент взорваться. Но я думаю, это же не изменит ситуацию, он не поменяет ситуацию, поменяет, хуже, просто мне будет неприятное ощущение. Вот. В этом ключе... Почему ты меня не перебиваешь? Я просто, не знаю, поток... Перебивай меня. Прикольный поток ценностей, окей. В этом ключе, я тогда не могу не спросить, почему ты не сблизился условно с гангстером Минеевым? Тебе же нравятся гангстеры. Он не гангстер, он просто, он недомущина, он не мужчина, короче, он как не мужчина себя ведет. Я не говорю, что это так будет всегда. Возможно, завтра он станет нормальным человеком, там, правильным, там, туда-сюда. Я же... У людей есть свойство, там, и быть плохим, да, и справляться, становиться лучше, там. Но сейчас, да, ну, в данном, в данное время он ведет себя как не мужчина. Вот. Поэтому, почему я говорю, он не какой гангстер, ты что, пфу, на такого гангстера. Ну, а, Минеев, гангстер, слушай, фу, слушай, сейчас смеяться начну громко. Зачем ты это сказал? Ладно, я тогда пока быстро перебью. Смотри. Короче, он ведет себя некрасиво и неправильно. Да, это спортом, это все не закончится, да, в двух словах. Видишь, в каждом интервью я это говорю, чтобы для людей не стало новостью, чтобы не сказали, Магомед супер неадекватный. Если Минеев там завтра потом извинится, там скажет, извини, туда-сюда, публично потом, там, и, ну, публично оскорблял, публично извинился. Да, не вопрос, да, не вопрос, я не хочу ничего, я не хочу сломать ему лицо на улице, просто он меня оскорбил. Он оскорбал меня и говорит, я буду это еще делать, как бы. Я говорю, окей, окей, но это не закончится спортом, вот и все. Это уже меня не задевает, потому что он не мужчина. Вот когда он станет мужчиной, понял, я его чуть-чуть зауважаю, какое-то время, он нормально себя будет адекватно вести, допустим, а потом что-то скажет, возможно, это опять заденет меня, скажет, ах ты, блин. А потом через какое-то время он опять станет не мужчиной. окей хорошо и тогда закроем вопрос этот уже почему не вышел ваш подкаст очень многие ждали которые на открытие mcf я решаю я решаю что выходит что не выходит бу когда мы будем драться с минеем будем вообще мы драться с меня я решаю все я решаю вот он понимаешь когда камил слишком часто говорил вы а я показал что я я не мы минеев я не существует вот мы я и минеев мы этого не существует я и минеев вот так возможно тоже я дорожал и каким-то образом он тоже дорожал а почему он дорожал потому что магомед смайлов дорожал а отчего он дороже у нас было ничья так блин ну и что он человек но он же вообще не актив посмотри на него чемпион чемпион который выходит мага где ты а вот в забавке если у меня был пояс ты представляешь что я очень с поясом выхожу только значит говорю это минеев там или кто-то еще шлемянка у меня пояс вот это это у этого пояса цена должна быть это чемпион были ты чемпион ликвид труха ты вот понимаешь зачем я говорю ценности нет у этого пояса сейчас а когда я его заберу я покажу как насколько он ценится ты увидишь в этого пояса вот и пропал что за пояс ты даже вот так понимаешь а он не активный человек он не умеет делать ничего не шел он умеет делать грязь а это легко грязь сделать легко вот послать меня сейчас нахрен это легко вот пошли меня нахрен будет например и у нас будет хайп контент мантин да например а это же просто а а задеть меня не задеваемой честью это не просто это надо быть умным человеком вот понимаешь сейчас одну секунду старший уже звонит рамазан да брат мой я здесь на интервью просто меня ответить не могу брак а вы куда выезжаете я сейчас интервью договора вы чё собираюсь сделать гостиницу наверно поедете вы да хорошо хорошо давай поедем указание кушать будем все вместе нет все тогда не буду последний вопрос не тебя сильно отвлекать рамазан привет кстати ты разбил машину и уже купил что-то новое или будешь чинить старую нет старую то чинят что на замену роль рольф римки дал мне машину покататься пока пока вот делают мою машину вот такое внимание ко мне проявили знаешь что поедет да я знаю такой роль надо да я знаю ролик а что за машину 850 бмв такую знаешь порой боюсь нажимать на это как на тапочку не один раз нажал я значит одно дело там когда ты сидишь рядом и кто-то нажимает на тапочку и тебя так прижимает да а когда ты водитель ты обычно это не ощущаешь а тут я нажал на тапочку такой знаешь я думаю все так больше не делаем едем аккуратненько вот и вот сам факт что под ее капотом столько мощи как он греет душу ты просто едешь спокойно никуда не спешишь ты знаешь если надавишь на тапочку то она стартанет по-серьезному вот и вот так не подсобили да вот такое внимание вот такие вот так вот такой положительное положительное место чё говорит и к седьмая ушла твоя запрыгнула сюда говорит двигайся я говорю окей окей она слишком низкая а не нормально будешь себя чувствовать как ты сказал тачка огонь водитель убийца звучит бомба двигаемся газы а так она кося небольшой обзорчик сразу на месте так музон убираем так здесь сидишь короче сразу как эгоисты ты ты типа эгоист только ты и еще кто-нибудь короче кто-нибудь супруга и все и все и больше но там правда и сзади тоже пару мест для ребенка вообще будет хорошо так что не особо эгоист а ну кася айся присоски на месте я тебе говорю по моему такое чувство что можно открытие окно и коснуться попки этой машины прямо рукой вот сейчас это не xm конечно но блин ощущая себя здесь бомба так что газ вот такой вот положительное внимание такое приятное вот автодилера вот автодилера до роли в кимке большие молодцы кстати и вот хочется прямо порекомендовать их вот вот прямо вот рекомендую вот серьезно правильно двигаются красиво честные люди вот самое главное магомед спасибо за интервью очень интересно получилось очень здорово что у тебя сейчас и выходит все интересно по всей видимости ты сейчас будешь на моем подкасте до в ближайшее время с вячеславом судим политику и пенсионный возраст друзья вы подписаны инстаграма гаммеда из моего подписаны инстаграме с не км мы не спрашиваем мы газуем спасибо всем кто смотрит наши интервью расследования новости аналитику и топы не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый но при этом важный труд по развитию российского и маме лайками обязательно подписывайтесь на наш youtube канал сообщества в вконтакте и инстаграм где собрано самое интересное актуальная инсайдерская информация из мира мм и но если кто-то хочет поддержать рублем наш проект то милости просим реквизиты для доната есть в описании к этому ролику а каждый задонативший может оставить свое сообщение которое появится в конце наших видео